Дело Пушкарёвых-Лушникова Все материалы выложены в открытый доступ благодаря позиции команды главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Вот и сегодня на своей странице в соцсети он опубликовал обращение к жителям города с просьбой потерпеть временные неудобства, связанные с ремонтом дорог. Во Владивостоке идёт сезон дорожных работ. Традиционно это доставляет неудобства горожанам. Но все понимают, что дороги и тротуары нужно ремонтировать. Однако в этом году администрация в очередной раз столкнулась с задержкой финансирования от региональных и федеральных властей. Это не в первый раз. Подобная ситуация повторяется каждый год. Поэтому, когда я только начинал свою работу на посту главы города Владивосток, я понимал, что нужно выстраивать систему, максимально независимую от других уровней власти, для повышения эффективности работы. Однако следствие расценило мою работу как нарушение закона. Вот уже год следственные органы выбирают всё новые и новые основания для продления ареста Андрею Лушникову и братьям Пушкарёвым. На самом деле сейчас жители Владивостока, у них есть уникальная возможность знакомиться в открытом доступе с материалами дела Игоря Пушкарёва, который до сих пор на слуху у каждого владивостокца. И последняя экспертиза касалась как раз-таки строительно-технических моментов и тех обвинений, которые предъявляет следствие. Сама экспертиза основывается на том, чтобы доказать факт причинения ущерба действиями Игоря Пушкарёва. Между тем, выбор экспертного учреждения удивляет политологов. Региональный центр ценообразования – структура краевая. И это не случайно, считают политологи. Те эксперты, которые проанализировали эти документы, они увидели ряд нарушений в этой экспертизе, что в очередной раз подтверждает саму шаткость позиций Следственного комитета и, соответственно, в очередной раз подтверждает позицию главы Владивостока, который неоднократно заявлял, что следствие испытывает проблемы с доказательной базой, следствие пытается давить на участников процесса. Согласно постановлению следователя, эксперты проводили анализ цен на строительные материалы, которые использовали для ремонта Владивостока с 2009 по 2012 годы в сравнении с ценами на аналогичные материалы в Приморском крае. Обозначена она как строительно-техническая. Тем не менее, те вопросы, которые поставлены перед экспертом, не носят исключительно экономический характер, поскольку касается вопросов цены, среднерегиональных цен на строительные материалы. Конечно же, те люди, которые привлечены в качестве экспертов, они, на мой взгляд, такими познаниями не обладают. Это инженеры, технические специалисты. У одного из пяти экспертов вообще нет высшего образования. Сложно представить, что по такому достаточно серьезному, громкому делу, где вменяется ущерб якобы на сотни, по сути, миллионов рублей, привлекли человека, который а – технический специалист, б – специалист совершенно в иной сфере, никак не связанной с экономикой. Следствие, считает адвокат, изначально закладывает в материалы дела мысль. Закупку от ДВЦМЕНТ для МУП «Дороги Владивостока» делали по ценам выше среднерегиональных. В 2012 году те цены, по которым осуществляющиеся поставки группой компании «Осток Цемент», они на 11% были ниже того самого среднерегионального уровня цен. Ну, в рублях это 20,5 миллионов. Это достаточно серьезная сумма для любого предприятия, даже для крупного. Представить ситуацию, что преступники, желая похитить деньги из бюджета, напротив, его субсидируют и предоставляют цены «А» со скидкой, «Б» в рассрочку и, по сути, ниже даже того параметра, который выдуман следствием среди региональной цены. Наверное, это говорит о направленности умысла. Очевидно, что умысло на хищение в данном случае его не усматривается. Владивосток – участник программы «Безопасные и качественные дороги России». На ремонт дорог в Приморском крае выделено 625 миллионов рублей. Однако в конце мая этого года министр транспорта Максим Соколов отметил, что Владивосток вызывает у ведомства большую озабоченность. В городе не объявлено ни одного аукциона или конкурса на ремонт дорог. Из заявления министра транспорта Максима Соколова. Я неоднократно обращался к своему коллеге Владимиру Миклушевскому. До сих пор никаких адекватных действий не принято. По данной агломерации складывается ощущение о полном отсутствии интереса к проекту. Сейчас, когда в городе полным ходом идет ремонт дорог, Мэрия свою часть средств выделила. Из краевого бюджета денег пока нет. Из обращения Игоря Пушкарева в социальных сетях. Сейчас все достигнутое утеряно. И нет тех, кто может кредитовать и вкладывать свои личные средства. Как оказалось, это наказуемо. Достигнутые договоренности сошли на нет. И бюрократические пробукцовки тормозят дорожные работы в городе. Игоря Пушкарева собираются судить за поставки на стройки города стройматериалов авансом от компании «Востокцемент». Однако в рамках бюджетного процесса без личных договоренностей работа стоит. Действительно, главой Владивостока за все эти годы была выстроена вполне понятная система, которая работала без сбоев в сложных бюджетных ограничениях. То есть мы прекрасно видели, что велась подготовка к саммиту. Если бы Игорь Пушкарев не подключил все свои взаимосвязи, как формальные, так и неформальные, то многие бы объекты саммита не были достроены. Результаты экспертизы показывают, в некоторых случаях цена поставки стройматериалов муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» от группы компании «Востокцемент» была не выше, а ниже среднерегионального уровня цен. Поэтому, уверены политологи и адвокаты, результаты подобных экспертиз будут нивелированы встречными экспертизами, которые провела защита братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова. А у Игоря Пушкарева появится еще больше шансов доказать свою невиновность. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.